Этим очистным сооружением более 30 лет. Все эти годы организации, которая обслуживает объект, удавалось поддерживать его в рабочем состоянии. Однако ветхость оборудования дошла до крайней степени. Было принято решение провести капитальный ремонт технического сооружения. На большую реконструкцию ушло почти полгода работы и 5 миллионов рублей. Сейчас после модернизации это оборудование может отфильтровать 46 тысяч кубометров сточных вод за сезон. Сейчас наметилось, что не только финансовый результат интересует компания, но и социальный эффект, и экологический эффект. Но в рамках этой тенденции мы решили все-таки перестать латать, перестать какие-то мелкие ремонты сделать, а сделать серьезные. Один раз и надолго. Полагаем, что мы сейчас как отремонтировали серьезно данное очистное сооружение, так и модернизировали, улучшили их производительность, улучшили качество биологической обработки. Теперь здесь не беспокоиться о вопросах экологии. Модернизация сетей позволит избежать возможных аварий. Сточные воды через насосные станции поступают в специальные резервуары, где под воздействием бактерий происходит очистка. Затем вода хлорируется согласно требуемым нормам и сливается в лиман уже полностью очищенной. Поставили новые задвижки, запорную арматуру, трубопроводы. В результате реконструкции работа очистных сооружений будет надежной и долговременной. Я надеюсь, что эти очистные сооружения также послужат возможности развития поселка Благовещенки. На развитие района рассчитывают и руководители местных баз отдыха. Уже этим летом они планируют принять большее число туристов. Ведь главная проблема – перебой в работе системы водоотведения – решена. Проблемы были с отводом воды, как бы задержки, то, что не успевали очистные. Люди добавляются на базы. Надеемся, теперь все будет в порядке. Но самое главное – обновленные очистные позволят решить проблему с водоотведением и для местных жителей. К канализации планируют подключить порядка 6 тысяч домовладений. Работы по прокладке коммуникаций начнут уже этой осенью. Кроме того, в ближайшее время здесь будет установлено оборудование для обработки сточных вод ультрафиолетом, которое полностью позволит отказаться от хлорирования на этапах фильтрации. Руслан Душевский, Анапа. Регион.